Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы поговорим на тему секс и деньги. Какая интересная тема! Почему секс и деньги? Почему вот их часто так ставят на один уровень? Это район первой, второй чакры. Это энергия одна и та же. Для того, чтобы зарабатывать больше денег, нужно, чтобы сексуальная энергия у тебя была на подъеме. Если у тебя сексуальная энергия занижена, ты не можешь зарабатывать. Поэтому те, кто зарабатывает, это люди, которые более привлекательные. Но это не только за денег. Ну, в смысле, гиперсексуальность идет из-за уверенности в себе, денег, и, в общем, оттуда выходят все, как сказать. Ты, в общем, одну чакру, второй подкручиваешь, и получается, что ты начинаешь как по ступеньке подниматься выше и выше. И вот этот азарт жизненный, он идет, это вот именно первая чакра, это желание жизни, это жить, это сексуальность, это, в общем, оттуда все. И первое, чем это можно подогреть, это, ну, вот реально, это самый легкий способ, ну, секс. А как ты определяешь, допустим, ну, не общаясь, да, с человеком, а просто по образу, там, с сексуальной жизнью или с сексуальным восприятием себя, у него все в порядке или нет? У них глаза горят по-другому, у людей. Они более уверены, у них даже осанка немного другая, да, и все выпрямляются. Вообще, знаете, по внешнему виду вы никогда не поймете, сколько человек зарабатывает. Я сколько пробовал откалибровать людей, да, и, ну, не всегда получается. Больше получается вот на уровне энергии считывать, но на уровне энергии не всегда ты понимаешь, какое у человека сейчас именно финансовое благосостояние. Что он может быть в долгах, но он, ну, и все равно он будет в тех вибрациях, в которых нужно. А бывает, что у человека много, но он не в тех вибрациях, где надо, и, ну, в общем, я бы сказал, знаешь, как, короче, вот если человека считать, то считывать и понимать, то лучше по ощущениям, нежели по внешнему виду. И обманывался уже очень часто. И, ну, раз приходят там, и ты смотришь, ты думаешь, откуда у него, да, ну, вот, ну, как бы он не заплатит или еще что-то, а он, оказывается, ну, при деньгах, прям, причем при больших. Особенно очень путаешься, вот меня запутали, честно говоря, первый раз в Астане женщина, я просто, это было неожиданно, да, потому что мне казалось, что она привела там кучу детей на сеансы. Мы с ней поработали, с детьми, она говорит, я деньги дома забыл, а сейчас потом привезу домой. Короче, ладно, там, идите, как бы, вот, садака, деп, короче, иди. А потом вечером выхожу, сидит какая-то уже такая, знаете, там, женщина, я, говорит, вас жду, я говорю, что вы меня ждете, я вам денег не должна. И она рассчиталась за всех еще, потом отвезла домой меня, говорит, вот, вот. Это было первый раз, когда я по внешнему виду человека считал, что у него, как будто он, ну, как будто без денег, а оказалось, что у него есть денег. Второй раз это было здесь уже в Алма-Ате, пришла женщина, она, там, а скидка там, что-то там, и она одета вся такая, знаете, как филиппок, да, у нее, ну, с чужого плеча как будто там, куртка там такая вся. А оказалось, что потом она очень, как бы, состоятельная женщина. То есть я после этого, я заявился, что я по внешнему виду никогда не буду судить о человеке. А по энергетике они какие были? Они меня прямо обманули, обе. И мужчины приходили, так, я тоже ошибался, да, там, и там пришел, вот, ну, я не знаю, он как будто саула только вот вышел, и когда он два верта положил на стол, я думаю, наверное, ну, поддельное, ничего он ходит с ними. Оказалось, это не поддельное, в общем, телефонное, и очень состоятельный человек. Но по нему я, когда в жизни вы пройдете мимо и не заметите, не знаю я, не могу я считывать людей, по деньгам непонятно. Единственное, есть, знаете, люди, от которых вот прям веют этими деньгами, ну, я таких встречал всего три пока. Вот я хотела спросить, у тебя вот есть такое устоявшееся выражение, от него пахнет деньгами или не пахнет деньгами, это вот как? Таких я троих только видел, прям, от которых прям считывается, даже когда у них нет денег, я точно, от них прям, вот, от них энергия-то идет сильная. Я не знаю, как они это прокачивали, пока я вот на пути их как-то выяснить, как это все сделать, но не знаю сейчас. А до этого ты рассказала о том, что у человека, вот человек может быть в долгах, но он в правильных там вибрациях, да, или наоборот. У него может быть куча денег, но он идет не в том векторе. Вот в дальнейшем то, что они находятся в тех или иных вибрациях, это сказывается как-то на их финансовом положении? Я откровенно говорю, так прям истории нету там кейсов, чтобы отследить, да, там он там в тех вибрациях нет. По наблюдениям или по прогнозам? Сейчас скажу. Есть вот вектор, не вектор, но есть развитие, да, есть люди, бывает, они останавливаются, вот он сколько-то там зарабатывает, там миллион долларов, допустим, там он, и он остановился, ему больше ничего не надо. А вот эти, от которых пахнет деньгами, они никогда не останавливаются. Они просто идут и дальше, там еще что-то, еще. А есть люди, которые, они в своей зоне комфорта, и так зачастую, ну, просто вот эта зона комфорта или там точка нуля, там, или там, как это еще называют, там. Точка отчета. А вот нет. У всех, это уровень нормы там, да, то есть он у всех разный, то есть эти люди не останавливаются. Как только они достигают вот этого своего уровня нормы, им достаточно, и они больше ничего не делают. Вот им хватит, и они вот, ну, вот сидят. И такая уже ледность какая-то появляется, вот эта. А те, от кого это, они не останавливаются, им еще, еще. Там жадность какая-то, как будто, не знаю. Азарт. Азарт, кураж, да. Да. Давай вернемся к теме секса и деньги, да? То есть наверняка сейчас многие зрители посмотрят, ну, до середины этого выпуска, да. Нет, и скажут, о, мне нужны деньги, пошел заниматься сексом. Ну, это где-то близко, да. Да? Это прям близко. Угу. Потому что во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, женщина дает вот это вот желание жить и страсть. Угу. И если в этой страсти в ней достаточно, ее мужчина зарабатывает. Угу. Ну, это вот прям отслеживается. И причем, ну, таких пар я уже много видел, и поэтому, ну, это прям напрямую связь, прямо пропорционально. Угу. А если женщине самой нужно зарабатывать тогда, ей нужно найти мужчину, в котором есть страсть? Ей нужно, в той же видишь, ты же сама генерируешь. Ну, в смысле, женщина сама генерирует, и сама она вдохновляет больше. И это не женская функция зарабатывать. Зарабатывать – это явно не женская штука. Женщинам проще она должна просто хотеть и должна принести, да? Это же говорят же там, как этот, мужчины реактивны, поэтому они хотят есть и не идут охотиться. А женщина проактивна, она хочет жить, поэтому не ходит на охоту. Она ждет, когда мужчина принесет. Вот надо сидеть и ждать, наверное, когда принесут. То есть, ну, вот. То есть, здесь важно тогда прокачивать свою какую-то женскую сексуальность? Женщинам надо женскую прокачивать, и тогда надо прокачать любого мужика. Вы, наверное, вот еще есть такая штука, вы, наверное, замечали, что есть браки, которые распадаются, и после них там мужчина в какой-то момент падает сильно, а бывает расходится и поднимается очень. Это вот в одном случае, в нем женщина разочаровалась, он упал. Во втором случае он нашел другую женщину, которая его вдохновляет, и он поднимается вверх. И много же мужчин сейчас прошарили это. И поэтому там в 38-40 где-то разводится, он ходит помоложе, они опять поднимаются, потом увидят, и это же такая ступенька, и он идет по женщинам вверх. На самом деле, чтобы по тебе не ходили, тебе очень важно женщинам успевать развиваться за мужчиной. Потому что чем богаче твой мужчина становится, тем тяжелее твоя карма. То есть, это жены. Очень много становится претензий к тебе потом. Ты должна выглядеть, ты должна там, ну, должна, да, очень много чего сразу должна. Хотя, когда у него было 2 миллиона меньше, да еще тогда ничего не должно было. То есть, чем больше он растет, тем больше ты должна привыкать к деньгам и соответствовать ему, его доходам, его состоянию ума. Почему? Потому что человек, когда зарабатывает, он очень быстро начинает развиваться, да? В смысле мозга, мышление, и ты должна успевать. То есть, он зарабатывает, он развивается, это нормально. А ты, если сидишь и ничего не делаешь, и не успеваешь развиваться, ты где-то выпадешь в какой-то момент. Конечно. И такие женщины, они потом, ну, как бы, они очень жалеют, что он ушел, или там, как-то это. Как у разбитого корыта. А просто это попустительство было с ее стороны, наверное, в какой-то момент. Ну да, классика жанра, часто. Поэтому секс и деньги. Поэтому женщина должна давать в любом возрасте ту энергетику, которая нужна мужчине. Мужчина, который будет зарабатывать деньги просто на собственную боль, он сдохнет в 45 лет. Вот таких много сейчас, да, которые умирают в 40, в 45, инсульт, инфаркт, троп сорвался, да? Он просто шел на энергии, на своей. На своей энергии мужчина долго не может. Он много не заработает. Он умрет просто по пути к цели. То есть, если следовать твоей логике, у мужчины есть какой-то лимит, которого он достигает? У нас есть собственное усилие воли, на котором я могу, как батарейка, да, но ее вовремя надо заряжать. Если рядом нет женщины, которая тебя подпитывает, то ты поломаешься просто в день, в посередине. И много таких. И даже не то, что он там не женат, он женатый даже бывает, они приходят, например, инфарктное состояние, да? То есть, у них перенапряжение внутреннее, чтобы вы понимали, что ты с таким человеком, когда работаешь, ты вот работаешь, работаешь, он кричит, кричит, храпкает, он спит, да? То есть, он прям вырубается, да? И ты смотришь, думаешь, что с тобой, да? Я первый раз, когда увидел, как ты захрапел, ты вот стоял же, да? И раз, и храпит сразу. И это вот, это представь, насколько внутренняя усталость человека, что как только с тебя высвободили напряжение, ты уснул. И это же мужчины, которые, они женаты, это просто в какой-то момент у них что-то в отношениях было, был какой-то холодок. Где-то он не додавал, может быть, внимания, да? Где-то она ему не давала там энергии, и вот получился такой вот коллапс. Ну, согласись с тем, что если у мужчин начинают расти требования, да, по отношению к своей женщине, соответственно, он должен, как бы, это и восполнять, то есть, вкладывать в свою женщину финансово. Это же не игра в одни ворота. Когда он зарабатывает, там уже ты потеряешься в своих подарках в нем. То есть, когда уже выходит на какой-то определенный уровень, ты уже должна соответствовать. Это реально соответствует. Там уже вопрос не денег. В какой-то момент вопрос денег уйдет. И ты должна уже реально соответствовать тому, вот в каком ты доме живешь, в каком окружении ты общаешься, да? То есть, тебя он должен спокойно привести в свой круг общения, да? И ты там должна как-то крутиться. И поэтому много там, там реально карма утяжеляется. И многие говорят, я хочу, чтобы мужчина зарабатывал, а нужно или не нужно, надо еще подумать. Потому что к тебе потом, к тебе требования возрастут, как к жене. И вот недавно была пара, когда я с ней работал, я говорю, почему ты? И знаете, выяснилось, что она, жена не хочет, чтобы муж зарабатывал, потому что она боится, что он от нее потом уйдет, когда разбогатеет. И она его финансово, она его прям задерживает, да? И для меня было это таким шоком, что я думаю, как ты, это же твое, это твои благосостояния, это твои чаяния, это дети твои, да? И она боится, что она делает все, чтобы он, не то чтобы делает, знаете, все же ведьмы чуть-чуть, да? Она, короче, делает все, чтобы он не зарабатывал, да? И это вот было очень странно наблюдать за этим. Ну а получается, где-то там подсознательно она боится этого почему-то, потому что она сама не хочет развиваться, так ведь? Ну, примерно, наверное. Для нее это какая-то тяжелая ноша. Да, наверное. Примерно так, ну там страх, да, там смесь такая, видишь, уже у девчонок вообще непонятно, что там происходит, и поэтому, когда ковырять начинаешь, неизвестно, что там, ну, вообще. Я вот чем больше с женщинами работаю, тем, как только я начинаю думать, что я вот все разобрался, что-нибудь такое случится, что ты смотришь, думаешь, как это вообще произошло, ну, вот, как такое вообще в мозг могу попасть? И поэтому, не знаю, у всех разное. Там есть причины вот психосоматические какие-то, можно выявлять, но нейронных связей очень много, и там у кого-то как склеилось по-разному. Вариации на тему, но все равно со своим подзвертом будет. Поэтому это отдельно надо вот как-то выковыривать человека. Ну а в отношениях, например, с женщинами, да, у которых муж начал больше зарабатывать, соответственно, наверное, превышать собственный уровень нормы. Что развиваться – это норма, как выход из положения, да? Да, там, знаешь, как получается, у женщин чуть множество, чуть другая, да, ты сначала уходишь в детей, пока вы в стесненных средствах, потом, когда он начинает зарабатывать, у тебя дети подрастают, ты уже как-то на себя внимания не обращал, потому что дети впереди, да. Потом, когда он тебе говорит, давай развивайся, и тебе нужно делать квантовый скачок за год, то, что он ушел 10 лет, тебе надо это за год или за год прийти, потому что мужик терпеть не будет. Он долго не вытерпит, но эгоистично достаточно. Если женщина может сказать, давай я там подожду, уже ждать не будет. Поэтому вот есть период, когда у тебя будет зазор, и где тебе надо будет вопреки, вам чуть сложнее, наверное. Я вот, знаешь, из нашей беседы могу сделать вывод один. Сто раз подумайте, нужны вам деньги или нет, и только после этого подумайте, будете вы заниматься сексом или нет. Да? Лучше воздержаться. Да. Вообще лучше сексом занимайтесь, и деньги нужны реально, потому что это вообще вот, знаете, на постсоветском пространстве очень много тараканов связано с деньгами. Они не нужны, они, это деньги злые, деньги портят, там еще, ну, то есть многое... И вместо рублей, вместо друзей. Да, да, которые наклеены, и в нашей культуре даже очень не принято спрашивать, сколько ты зарабатываешь, тем более там выдвигать вот эти чеки, я там столько заработал, столько, за что и вот сетевиков, да, их этот, не любят, потому что они свои чеки вот эти всем в морду тычут. Я столько заработал, столько заработал, и у нас не нравятся люди. Вот, и попробуй выставь в соцсети, что ты там, что-то этот, тебе заклюют просто, как с тем тортом, да, чем дети. Вот, поэтому надо избавляться от этих тараканов, установок, и надо зарабатывать. И есть гигиеническая норма заработка, насколько я понимаю, и уровень вот этой нормы, гигиенический какой-то вот такой момент, и, знаете, сейчас скажу. Нужно зарабатывать месяц столько, чтобы вопрос денег, он вообще был снят. То есть, чтобы деньги вот не имели никакого значения в твоей жизни, их нужно зарабатывать вот с профицитом. И тогда ты можешь честно сказать, что деньги не самое важное, но если у тебя не хватает на уровень своей гигиены какой-то, да, там, ты думаешь, там, в школу в такую платить или в такую, на музыку, за музыку заплатить или не заплатить, в твоей жизни деньги очень много чего решают. А когда ты зарабатываешь, там, 50 тысяч долларов в месяц, или, там, теперь 100, и в твоей жизни ничего не поменяется, ну, вообще ничего не изменится, тогда деньги не имеют значения. Поэтому я так понимаю, что пусть деньги не имеют значения. Да, нужно дорасти до этого уровня, когда деньги перестанут иметь значение. Я фразу такую недавно прочитал, нужно о деньгах думать 10 лет, чтобы о них потом не думать. Вот у меня 3 года прошло. Осталось 7. И, в общем, в 47 я о деньгах думать не буду, наверное. Ну, а в случае, допустим, с вопросом повышения заработка, к тебе могут обращаться и мужчины, и женщины, так? Да. Ну, вопрос заработка, знаете, есть дозволение внутреннее еще, да, денег. Есть люди, которые зарабатывают, но они деньги сливают просто. Они на родственников, в проекты, которые неориентабельные, да, там, 10 лет тут ждет, когда этот проект поднимется, да. Ну, это же глупости. И вместо того, чтобы закрыть проект, он зачем-то кормит там еще 20 человек, да. И поэтому здесь вот внутреннее дозволение денег очень важно, чтобы не было слива денег. Мало того заработать, нужно еще научиться не сливать. Вот. И это часто происходит у мужчин. Они сливают на ненужные проекты, на неориентабельные. Ну, вообще-то предприниматели, многие этим грешат, если честно. У них есть свой потолок, там, допустим, там какой-то трат, там, 600-700 тысяч, деньги там, допустим, да. А все, что больше зарабатывают, не сливают куда-то. Он может не раздать друзьям, но он сойдет там еще. Кто-то в благотворительность заигрывается очень сильно. И там через год они потом остаются без ничего. То есть, ну, считать надо. И дозволение нужно, очень важно. Сейчас очень много женщин вот этих бизнес-вумин, которые, да, но очень сложно разделять бизнес и семью, очень сложно разделять бизнес и детей. И я, честно, восхищаюсь такими девчонками, которым сумели это как-то совместить. То есть, не больше четырех часов в сутки женщина может находиться в мужских энергиях, да. То есть, это одна из рекомендаций, которые не часто, не у всех получаются, но... Не больше четырех часов ты там руководитель, ты там кричишь, там что-то этот, кому-то что-то наставляешь, а потом ты опять женщина, да. То есть, и тогда у тебя будет все хорошо. Если ты не найдешь вот этого баланса какого-то, то у тебя будет страдать здоровье. Ну, у женщин. Поэтому, женщинам я бы нисколько, ну, нисколько бы рекомендовал зарабатывать вот в нагрузку и в какое-то сопротивление, что ли. А вот именно женского счастья бы лучше, наверное, искали. Сложно совмещать. И я всего знаю троих или четырех девочек, которые сумели совместить бизнес и отношения, и детей, и везде они успевают. Но это такой вертяк, я не знаю, как они в таком режиме живут. Мне не понять, честно. С азартом? С азартом, с куражом как-то. И очень... Я все наблюдаю, думаю, вот когда она устанет, а они почему-то не устают. Я не знаю, где они берут энергию столько, ну, мне не понять, честно. Но вот прям в серьезном бизнесе я бы, наверное, не советовал идти вообще. Ну, вот где конкурентная борьба, что-то там, ну, наверное, не нужно. А так, в принципе, и женщины могут зарабатывать, и не могут, а зарабатывают, и зачастую женщины зарабатывают больше, чем мужчины. И сейчас, если вот, ну, как бы, ковырять, то очень много женщин, которые зарабатывают в разы больше, чем многие мужчины. Поэтому, ну, единственное, говорю, вот рекомендация, чтобы не заигрывались в этом. Что, чтобы не страдало, ну, именно здоровье не страдало. Баланс. Баланс, чтобы был, да. Давай подытожим? Давай. Будьте счастливы, занимайтесь сексом и живите богато. С вас? Живите богато. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова